Здравствуйте, это канал компании EvoTelecom. Меня зовут Вадим Калинин. Сегодня мы познакомим вас с измерительным прибором, точнее с портативным частотомером. Производством он компанией Suricom, Китай. Модель называется SF401+. Он измеряет параметры аналоговых и цифровых ДМР радиостанций в диапазонах частоты 27 МГц до 3 ГГц. И он также может определять поднесущие в аналоговом сигнале CTCSS и DCS. Начнем как обычно с комплекта поставки. Приборчик поставляется вот в такой коробочке. В комплекте идет сам прибор, зарядное устройство или адаптер в розетку 220 В, кабель USB, micro USB для зарядки встроенного аккумулятора. Аккумулятор здесь литий-ионный, в корпусе стоит на 600 мАч. Также идет у нас антенна портативная. Она не фелископическая, обычная, не настраиваемая, то есть для всего диапазона частот она используется. И также идет в комплекте инструкция пользователя, кратенькая. Так, ну что из себя представляет прибор? То есть такое портативное устройство, разъем у него BNC. Сверху также располагается аттенюатор. Если у вас сигнал большого уровня, то вы можете его уменьшить на 10 дБ с помощью данного переключателя. Большой идет цветной дисплей на передней панели и четыре кнопки управления. Сзади только наклейка с названием. Снизу ничего нет, с боков тоже. Включается он длительным нажатием на кнопку питания. Показания достаточно четкие у него, то есть цветные. И давайте мы сейчас включим радиостанцию. И давайте проверим, как это все работает. То есть вот выбран аналоговый сигнал, но радиостанция у нас первый канал забит 433,075. Ну то есть 75 тысячных мегагерц, аналоговый канал с поднесущей 77 Гц. То есть нажимаем на передачу и видим, да, что он определил частоту верно, 433,075 и поднесущая также 77 Гц. У нас видна. Показания последние фиксируются, то есть вы можете использовать данные показания, отпустив кнопку передачи естественного радиостанции. Давайте теперь включим второй канал. Второй канал у нас цифровой DMR. Здесь также надо переключать в цифровой режим, то есть сверху оба дисплея показывается цифровой режим. И включаем на передачу. 433,099. На самом деле за программированной инстанцией второй канал LPD 433,100. Ну то есть DMR сигнал также данный прибор определяет. Ну вот такое видео получается относительно короткое, но особо по приборе рассказывать нечего. То есть он нормально работает и с цифровыми сигналами DMR, и с аналоговыми сигналами, в том числе для быстрого определения CT-CSS, DCS-кодов его можно использовать. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам доброго, спасибо за внимание.